Незапланированный визит главы Анапы в школу Гайкадзора состоялся ближе к вечеру. Уроки давно завершились, но жизнь школы на этом не остановилась. В окнах свет, рабочий день учителей не окончен. Идут занятия и в спортивных секциях. Директор школы Аршавира Кнадасьян проводит главу в капитально отремонтированный спортивный зал. Современное покрытие на полу, выкрашенные стены, качественное освещение, замененные окна. Все работы обошлись в 1 миллион 600 тысяч рублей из бюджета. Спасибо. Молодцы. Дизайн лучше. Нравится очень. По окнам раньше вставили, да? Окна в прошлом году. Теперь проконтролируете, чтобы все освещение работает? Да. Только если есть возможность, электрики же есть, наверное, да? Ну, конечно. Чтобы он блоками включался. Половина и пол. Полная, когда, допустим, там баскетбол, волейбол, а половина, если что-то тут, римнастик. В учебных классах уютно и тихо, но не все ученики расошлись по домам. Первоклассница Вика делает домашнее задание, пока ее мама, учитель начальных классов, проверяет тетрадь. Это класс? Класс начальная школа? Начальная школа. Здесь вот получили... Так она уже с вами ходит? Ну, она первоклассница. А вы первоклассница? Нет, у меня второй класс. А, у нее другая? Она, да, и мы просто живем в Распите, и чтобы туда-сюда, просто я работаю. Сергей Сергеев расспрашивает Нунема Рунян, как сохраняют в школе местные традиции и ценности. А вот кружковая работа есть? Культурные какие-то танцы, допустим, песни на армянском языке? Вот она ходит на танцы, у нас три года уже ходит. Именно национальные танцы, да? В нем участвует коллектив охлаждения. Надо как-то посмотреть. В нем участвуют все. Именно детские. И у нас национальности разные. По всему видно, как меняется школа к лучшему. Постепенно делается ремонт и во дворе, и внутри здания. На заднем школьном дворе планируют сделать спортивную площадку. Глава одобрил идею. Да, вот здесь будет по уму. У нас площадь для проведения линейки, он перед фасадом хорошая. Там хорошая площадь и хорошая плитка. А здесь есть и спорт. Будет смотреться. Выход со спортзала. Там можно даже огораживать. Вот ту часть не огораживать. Вот только вот здесь огородить, вход и все. Когда руководитель не сидит сложа руки, ему хочется помогать, отмечает глава. Помощь Сергей Сергеев пообещал и тренеру по самбо Александру Бабарицкому. Просил он за своих воспитанников. Проблема – получить справку для занятий спортом. Сейчас поход по врачам отнимает очень много времени. Допустим, две недели приходится делать. Чтобы пройти, да? Чтобы пройти. Они все говорят, за час можно пройти. Нет, если он на учете стоит, физиспанский, то он пройдет за час. А если он первый раз пришел… А если он первый раз пришел… Такие же, как и новичкам, которые только приходят. Людмила Георгеновна, тоже. Это тема медицинская. И сдаем по спортзалам. За спортзалами надо смотреть. Мы, как сказали, каждые полгода приходим и отмечаемся. А такая получается история, только наоборот усложнилась. И кроме подготовки, кроме допуска к соревнованиям, они должны еще обследование проходить. Да. У них карточка должна быть все, все, все. Что требуется, делаем там заведено. А так, две недели, если ходят, ну это тоже ненормально. Уезжая, Сергей Сергеев поблагодарил Аршавира Эктнодосьяна за работу.